Добрый день дорогие друзья, с вами снова Шевченко Тарас и в этом видео я попытаюсь разобраться в новом трейлере к фильму Мстители Финал. Нам показали Мстители в новых квантовых доспехах. Первый раз показали в трейлере к этому фильму Капитана Марвел. Ее сцена это часть отрывка, который на прошлой неделе показывали инвесторам. Я говорил об этом в отдельном видео. Ссылка на это видео справа сверху. Трейлер начинается с черно-белых сцен из первых фильмов киновселенной. Железный человек говорит о том, что он пытался провернуть последний фокус, но застрял в космосе. Показана сцена из первого фильма Железный человек, где он застрял в песке. То есть он пытается как бы выбраться из сложившейся ситуации и вернуться на Землю. Что ему удается при помощи небьюлы. Это мы видели в другом трейлере. Дальше в этом трейлере показаны и Небыло, и Железный человек в новых квантовых костюмах вместе с другими Мстителями. Затем сцена из первого Капитана Америки. При этом голос за кадром принадлежит к старой Пегги Картер из второго фильма Капитан Америка. Из сцены, когда он навещает ее перед смертью. Она говорит, и я пытаюсь как можно более дословно перевести то, что прозвучало в английском варианте трейлера. Она говорит, мир изменился. Никто из нас не может вернуться назад. Мы должны стараться изо всех сил. Иногда это значит начать сначала. Подумайте об этом. Вернуться назад и начать сначала. Квантовые костюмы намекают на то, что они в буквальном смысле собираются вернуться назад во времени и начать все сначала. Выглядит, как будто Пегги Картер наталкивает Капитана Америку на мысль вернуться назад и все исправить. Соколиный глаз учит свою дочь стрелять из лука. Это скорее всего его дочь, а не Кейт Бишоп. Еще один персонаж с именем Соколиный глаз. То, что многие предположили. Также можно предположить, что его семья исчезла после щелчка и именно это заставило его превратиться в Ронина. Дальше сцены из первого фильма Тор. Мы видим Тора и Одина. Затем Сокол, Черная Пантера и Алая Ведьма превращаются в пыль. И Тор за кадром говорит. Я видел, как все они умерли. Мы видим ужас на его лице, когда он видит, как Танос щелкает пальцами. И раскаяние. Почему я не ударил его в голову топором? Голос Капитана Америки за кадром. Я продолжаю говорить всем, что следует жить дальше. Кто-то живет, но не мы. Из сцены это происходит, судя по всему, позже, так как у Черной Вдовы более длинные волосы, они рыжие, только кончики у волос белые. Похоже, это произошло как минимум несколько месяцев после появления Капитана Марвел. Дальше Человек-муравей идет по улице. На заднем плане неухоженный, заросший бурьяном дом. Он с удивлением рассматривает объявления пропавших. И похоже, что он только что вернулся из квантумного мира и не совсем понимает, что произошло. Черная Вдова за кадром говорит, что если есть хоть какой-то шанс, мы должны попытаться ради тех, кого не стало. Соколиный Глаз и Черная Вдова на борту космолета Беннетар. Возможно, после того, как на нем вернулись Небьюла и Железный Человек. Соколиный Глаз бежит по коридору. Он либо убегает от вызванного им же самим взрыва, либо его задание пошло не так, он старается выбраться. Дальше в трейлере его показывают в таком же коридоре. Он натягивает лук. Показывает енота и боевую машину. Оба в новых костюмах. Похоже, во время какой-то битвы. Костюм боевой машины отличается от белого квантумного костюма, в котором его показывают дальше в этом трейлере. Капитан Америка как бы отвечает Черной Вдове, говоря, мы попытаемся. Похоже, он на улице, где-то рядом с базой Мстителей. Возможно, он разговаривает соколиным глазом, потому что окружающая обстановка похожа. Но никогда нельзя сказать наверняка, так как в трейлерах часто склеивают сцены и фразы из совсем разных частей фильма, сознательно вводя зрителей в заблуждение. Затем все Мстители один за одним говорят любой ценой. Человек-муравей в своем костюме на базе Мстителей смотрит на что-то излучающее свет, потому что отблески видны на стене у него за спиной. Он либо смотрит на некого персонажа, либо это квантновая энергия дает такие отблески. Тор наполняет энергией свой топор Громобой. Небилла, похоже, принимают участие в какой-то большой битве. Вокруг полная разруха. Все это не похоже на Титан, где они бились с Таносом. Мы видим похожие кадры с другими Мстителями, которые также, возможно, участвуют в этой битве. Возможно, они бьются с Таносом, потому что кто еще может вызвать в Небилле такую ненависть. Также схожая сцена с Капитаном Америка. Он надевает на руку щит. Выглядит как та же битва, где сражается Небилла. И, возможно, это попытка взять реванш над Таносом. И, похоже, что дела у Капитана Америки идут неважно. Человек-муравей скачет через какие-то обломки и мусор. Мы видим карандаш и штекер для наушников. Железный Человек говорит любой ценой. Затем мы видим всех Мстителей, как они медленно идут в новеньких белых квантовых костюмах. Похоже, они каким-то образом используют квантовую энергию, которую предоставил им Человек-муравей. Нам показывают Капитана Америку, Ньюбеллу, Человека-муравья, Соколиного Глаза, Боевую Машину, Черную Вдову и Железного Человека. Они все в новых квантовых костюмах. Затем же нам показывают сцену с Капитаном Марвел, подтверждая, что она сейчас вместе со Мстителями. Происходит это вскоре после ее появления на базе Мстителей. Это нам показали в сцене после титров фильма Капитан Марвел. В обоих сценах у Черной Вдовы еще сравнительно короткие светлые волосы, а не более длинные и рыжие, как в других отрывках из трейлера. Тор подходит к Капитан Марвел и призывает свой топор. Он это делает, чтобы прекратить спор, который происходил до этого эпизода. Капитан Марвел спорила со всеми остальными, говоря, что надо просто полететь и убить Таноса. Тем более, что они знают, где его искать. Тор прекращает этот спор и после борьбы взглядов между ним и Капитаном Марвел, он встает на ее сторону. В том отрывке, который показали инвесторам, они после этой сцены садятся в Беннетар и летят биться с Таносом. Если вспомнить кадры с Капитаном Америка и Небилой, когда она, похоже, бросается на Таноса, то можно предположить, что они сначала находят Танос, пытаются с ним покончить прямолинейно, и это не срабатывает. А затем они пробуют другой способ, связанный с квантовыми костюмами и путешествием во времени. Ходит много слухов о том, что события Мстителей Финал будут связаны с фильмами первой фазы киновселенной, например, с первым фильмом Мстители. Мы видели кадры со съемок, где Капитан Америка разгуливает в костюме из первых Мстителей. Чем ближе премьера фильма Мстители Финал, тем больше материалов будет опубликовано компанией Марвел. Например, вчера вместе с выпуском нового трейлера, Марвел запустила новый официальный постер. В команду Мстителей в этом постере уже включена Капитан Марвел, на заднем фоне огромная фигура Таноса, напоминая, что он остается угрозой. Также мы видим, что фигуры Капитана Америки, Тора и Железного Человека гораздо крупнее остальных. Вспомним также, что отрывки из первых фильмов именно этих персонажей показали в трейлере. И все это должно наводить на мысль то, что Мстители Финал станут последним фильмом с этими персонажами. Спасибо за внимание, до свидания, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.